С 1 июня на водоемах области погибли 38 человек, 8 из которых дети. Неутешительные данные приходят изо дня в день. Нередко люди тонут из-за того, что просто не умеют плавать или погружаются в воду в нетрезвом виде, а дети и подростки гибнут из-за недосмотра родителей. Трагический случай произошел 6 июля на реке Волга в районе деревни Вашуриха Градецкого округа. В месте, не оборудованном для купания, утонули две девочки 2013 и 2017 годов рождения. Погибшие плавали на надувном матрасе. Отец семейства отвлекся буквально на несколько минут, которые стали трагическими. Еще из характерных происшествий можно выделить случай, произошедший на Силикатном озере в Суромском районе Нижнего Новгорода. Там двое друзей поплыли на одном сапборде без спасательных жилетов. Доска прокинулась, один из мужчин не выплыл. Погибшим оказался Нижегородец 1997 года рождения. Его тело нашли на глубине 9 метров. Почти все трагедии приходятся на выходные и праздничные дни. Гибнут люди в несанкционированных местах для купания. Напомним, что на данный момент в Сарове водоемов для отдыха нет. Пробы воды озера Филипповская-1, прудов Боровое, Балыковские и Протяжное не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Уважаемые нижегородцы, будьте предельно осторожны на отдыхе у воды. Купайтесь только на оборудованных пляжах. Исключите употребление алкоголя. Следите за детьми и используйте для их плавания спасательные жилеты. При самоспасении в экстренной ситуации нельзя впадать в панику. А на оказание помощи тонущему человеку есть максимум 6 минут, чтобы вытащить его из водоема и попытаться реанимировать. Стоит освежить в памяти основные действия при утоплении. Спасатели напоминают, что вода не прощает ошибок. Необходимо быть предельно внимательными, отдыхая на водоемах, чтобы не стать очередным героем трагических сводок.